вот слава богу вот видите как лукавый все устрояет невозможно как долго я говорю игноти сегодня вот такая вот знаменательная дата три года с тех пор как мы расстались он со всех сторон братья мы собрались здесь на тело божие на отдела мира давайте давайте соединимся как и раньше три года назад вместе и найдем говори кто все все с богом у меня просьба такая можно и найти техны чтобы это не записывать не выставлять тогда почему же не за не выставлять то мы же не плохое дело делаем то это не людей для многих это будет пример какой сегодня у нас один на колени встал только здесь прям здесь ролик составили оскорбил другого все и побеседовал с ним и сразу мы уже выставлю в интернет и люди сразу пошли вот теперь я понял я виноват это же благое дело еще открывать когда перед богом и верующим знаем все открыто у меня 6700 роликов и нигде во вред не было ни разу это только на мир и показатель оборот такие примеры на что может больше да как люди христиане мира ищут чур на все записывается и выставляется в интернет как не конкретно на суде что тут подсудимый тут обвиняемый тут у нас у нас мы все братья мы на разных на равных ступенях находимся нам найти в мире во христе воссоединиться а кто прав кто виноват будет сам христос сам господь на суде решать нам сейчас надо друг у друга найти прощение я не знаю ну начинайте братьям виктор начинайте говорите но я хочу сказать что если я лично в чем-то не прав или оскорбил я хочу попросить извинения вот в игнатия тихоновича личная вражда это дело дьявольская не христова конечно вот это не означает что я согласен со всеми глядами игнатия тихоновича это не означает что я согласен со всем что игнатий тихонович делает вот разногласия конечно остаются и в некоторых пунктах довольно таки глубокие но хочу сказать что в начале моего духовного пути игнатий тихонович мне очень помог и видео и материалами своей автобиографии вот и мне как-то было очень обидно что вот так уж у нас все закончилось я хотел бы обратиться к игнатию тихоновичу с просьбой чтобы он тоже критически посмотрел на себя я скажу что я очень критически оценил ситуацию нашу она не нормальная конечно так как мы люди православные правильно вот тем более что я хожу в русскую православную зарубежную церковь который игнатий тихонович долгое время принадлежал вот в ситуация ненормально это это понятно и мой призыв к тому чтобы мы сейчас смогли обращаясь святоотеческому учению критически все взглянуть на себя и сергей игнатий тихонович и я то есть если в чем был неправ перед богом я прошу извинить бог не судья бог все видит вот я прошу вот сейчас максимального терпения от игнатия тихоновича и понимания передаю передаю ему микрофон енатий тихонович даю вам слово я хотел сказать что тут не авиаручение речь идет вот ну можно я скажу о прошлом маленько вот в прошлом году прошлом году на нас сильное давление было ну разгром буквально по всей стране шел от рост потребнадзора вот приехали нам свердловская область ни одного лагеря нет государства все закрыли страшными штрафами душили штрафа в основном по полтора миллиона это ужас какой идет сейчас вчера вот приняли закон и полностью яговистов свидетелей его запретить но это начало дальше что-то еще будет и вот когда меня давили со всех сторон в это время вы помните от вас какие были ну я говорю от вашего имени это писалось то я же может кто-то подделался что так его упыря давите давите его и проще так то есть кричал как будто бы человек совершенно ненормальный я 45 лет чужими дитями возился тысячи детей отдохнули не рубля от государства и и понятно что я не какой я выгоду имею это все время на грани на грани один год три уголовных дел только воздвигли я выиграл все процессы и когда меня тут бьют наседает молятся со всех сторон от вас только одно такое было но под вашим именем написано я еще говорю я же не знаю явно было не дружественное давите его давите буквально этот упырь там за какие слова такие ну я не знаю кто говорил так я думаю не надо было это говорить мне было непросто полиция не уходила сутками дежурила прокуратура воздвигли дело процесс идет и в это время со старт и верующих ну бьют ну как же это не хорошо то было то но бог миловал и они могли выиграть это единственный процесс который они не выиграли и бог помиловал я конечно внутри ничего не имею каждый день молюсь я вас я всех прощаю у меня нет на сердце этого ну явно как вы сейчас сказали но разве это нормально мусульмане друг против друга где-то я не вижу чтоб так были то а мы исповедуем одну веру и вот когда вы сидели в студии там придумали это не что ну а этот самсон об алексей то он меня в глаза не видела я горд его видел я знаю он говорит неправду дальше вот у меня группа со мной ездит там снимает я захожу сначала договариваться священником ты выходи а мы снимать будем ни разу в жизни такого не было то есть но ни одного слова правильного нет и они вас из-за рубежа как бы пригласили участвовать в этом вы говорили но меня-то не пригласили говорят абсолютно придумывать что-то зачем зачем когда местные архиереи мне дает просто русская народная линия такая там структура есть это в москве запросили и у меня с его подпись на бланке патриархии стоит и он обо мне говорит что у нас каноническое общение полное он к нам приезжает службы там идут и дальше он поясняет все им этим людям то и говорит человек пожилой исповедник христов то есть такую просто хорошую характеристику дал но мы это между собой не мирно это конечно враг радуется вы совершенно правильно сказали это ну как же так-то игнатий тихонович понимаете в чем дело дело в том что вот определенные взгляды которые вы вы высказываете они не находят согласия среди православных вы это признаете или нет конечно конечно потому что я говорю ваше голов смотрю да да начать взгляд на монашество например ну пример я так вот взгляд на почитание святых мощей я только два два пункта выделю нам нужно сейчас чтобы не отходить от мира мы еще сергей сергей не нету мир сейчас пока начать мы как бы нашли согласие в главном что нам не нужно враждовать мы сейчас мы сейчас не прощение мы мы сейчас но я попросил что если я в чем было не не был неправ я попросил прощение игнати тихонович вы тоже прощение просите если в чем было неправо но в чем неправо то вы скажите в чем я просить должен то чтобы я знал не просто как прости христа ради прости а сами ничего не прощают и не знают мне нужно назвать мой грех против я я я я значит я значит ну обзывательство я конечно называть словами человека такими неправильно вы меня тоже называли я могу вам указать конкретно в чем вы неправы с это сатана вы говорите вслух ну я вам указал вот в чем чем были неправы спросили чем я был неправы тоже как бы как бы отвечали тем же принципе я поясняю тогда так во первых студия собрана против меня не против вас на ваши ресурсы я нигде не заходил ни одного слова не говорил в это на мои ресурсы приходите в мой дом и забрасываете то что вы говорите я вы если в чем неужели то непонятно что не делается тут никаких если вы не даже говорить вы даже четко и прямо сказать поступали неправильно меня добивают власти и вы в это время самые отрицательные слова на меня и и власти подбиваете бейте его добивайте его ну куда это годится то мы же не ребятишки какие-то я разве свое дело делают 45 лет ни одного ребенка поврежденного нету это всему миру известно сняли фильмы занявшие такое место понятно из рук вы но просто явно дело что никакой гнати тихонович но я говорю что первые фильмы златоус из потеряевки глаз вопиющего меня очень тронули и многие из ваших взглядов опять-таки повторяю и это я тоже говорил студии они мне близки это авторитет библии значит правильное крещение что надо людей готовить крещению вы понимаете вот в чем вы не правы конкретно я могу вам сказать что вы считаете что мы против вас лично не никто против вас лично не отец сергий не я мы не выступаем лично каких-то ну антипатия понимаете и это уже как бы то граница перейдена ну скажем так какой-то культуры или культуры общения культуры должна быть выдержаться культура спора того же культура общения вы согласны да дорогой виктор у меня нет эти слов культуры я их давно истребил я знаю во христе это открыто ничего тайного нет ведь меня то легко брать тридцать восемь книг только в печатном виде до 7 в интернетной версии 6700 роликов все время видно меня брать голыми руками можно я за вами то не гонюсь за вами ничего не написано нет я работаю вы видите на улице пилю валю деревья у вас ничего я вас не вижу не на каждом шагу можно брать то если бы я один был просто но так как за мной стоит столько людей столько которые часто приближаются из разных всех католическая семья семья пришла из испании все книги там выписали и поэтому спрашивает а что говорят на вас это правда я должен я вынужден как апостол павел горит я считаю себя счастливым что могу защищаться перед фестом я что говорю мощи все собрать и похоронить с великими почестями то что бог заповедал вот я только это и говорю как я против мощей то когда я причащаюсь церкви то у нас антиминсы мощи если я у сергия радонежская прикладываюсь я не против тут и так понятно что я не против то но то что как отец андрей кураев уже нанотехнология в каждом доме чтоб тысячи были разных ну вот я про счет сказал то если живого бога нет то мертвый человек то нам что может дать то если наше сердце не раскрыто для благодати духа святого я то ничего не имею чё же я буду иметь то на вас я не знаю за что на вас иметь то когда я не могу вашего ничего взять даже желал бы вас нельзя взять у вас ничего нигде нету а я то со всех сторон у меня и люди и друзья и меня бери голыми руками да я понимаю тут видите в чем дело я хочу вам такую вещь сказать в согласны что православное вероучение вот аскетика православная она основана на смирении вот такой вопрос у меня технич а что значит смирение когда святые говорят иная война лучше мира чем соглашаться так а вы видите что делается в церквах то сегодня даже говорит страшно мне каждый день материалы под подкидываю что делается с колен не вставая день и ночь плакать приходится какое смирение тут не смирение надо быть безразличным как ян златоуз говорит иначе бог зачем бы вложил человека гнев если бы не от бога это было эта тряпка гнилая валяется какими словами павел раздражался когда видел что мешает дело я где за себя заступился я просто обязан сказать что люди которые мешают делу божию они поступают против бога касающиеся зеницы ока моего я никого не нападал ну хорошо смирение значит смирить и виктор вот представь какие у нас хорошие были беседы с дудином вообще на него ничего не имел то и скажи вот вы вместе когда сошлись и разговор пошел другой у нас выставлено в интернете девять роликов на все было согласие и люди распечатали у себя он начал ходить взламывать всякую поносу но разве это можно тем более священник куда же это годится то везде убрать жалуются заблокировать как будто бы человек потерял рассудок так и в письмом это виде на моем форуме то все осталось переписка разве там уже я за вами ни за кем не гонялся не прошу ничего удалять мое оно есть мое я перед богом отвечаю ново столище еще буду иметь то чего ради но если вы на меня нападаете кричите бей его добивать я обязан сказать что это нехорошо но это ваши как бы личные отношения я знаю отца сергей неплохо это очень хороший человек очень хороший священник семьянин хороший я могу только о нем все хорошее сказать понимаете просто дело в том что мы все должны критически на себя посмотреть я посмотрел на себя критически вот в данной ситуации чем я прав чем в чем я был прав чем не прав понимаете и я призываю вас тоже посмотреть может быть в чем-то не правы может быть где-то вы совершаете ошибки и в общении с людьми и вообще не и ваши взгляды вот ну не знаю просто как бы я если мы начнем с самокритики начнем вот признавать себя последними грешниками начнем себе видеть именно я виноват понимаете если мы скажем то тогда господь и начнет духом святым святым исцелять наши души я прав сергей или нет как вы считаете да вот именно надо каждому сказать я виноват больше никто и никого больше вот видите каждый вот сегодня нам нужно признать каждую за собой вину поклониться друг перед другом и сказать простите я виноват все да вот видите сергей сергей подтверждает понимаете то есть что я хочу сказать у меня какая основная проблема вот когда мы выходим на контакт что мне хотелось бы от вас игнати тихонович больше ну такого как бы и как бы искреннего признания и более глубокого взгляда но я попросил я я вначале сказал просьбы не было даже никакой намек был какой-то на прощение на просьбу а просьбы самой еще не было неграмотно подождите я сказал что в чем я был неправ чем я был неправ неправ в личной неприязни покаяния не было совершенно никакого покаяние в чем сергей признать надо свое что но все все зло все зло простите что простоте я говорю простоте простите и ради христа что углубился что имел три три года вы представите носить в себе вот человеку но сергей на сергей что то что было то что было от лукавого я признаю да но это я же я же сказал что это не означает что я совсем должен соглашаться что и на тихонович говорит и у меня есть определенный критический взгляд на деятельность гнатья тихоновича и его взгляды не нужно мешать нам в общую корзину складывать и покаяния и уже разногласия должно быть покаяние примирение а потом уже решение вопроса все так примирение уже есть мы говорим и сергей правда иначе вы находитесь еще в конфронтации вы единственный взгляд сергей для вас примирение это полное единство взглядов когда я скажу что во всем я был неправ примирение это мир в моем сердце именно в моем сердце это и есть применение у меня мир нет у меня сейчас абсолютно нет никакой личной вражды к гнатью тихоновичу если он меня попросит помочь я ему всегда помогу я буду молиться за него я считаю что этот человек который мне очень помог особенно в начале своими книгами своими фильмами даже своим примером в начале я повторяю духовной жизни и я считаю что и натий тихонович многих людей привел именно многими своими правильными взглядами ко христу православия в церковь и вывел из сект вот вывел в истинную православную церковь понимаете то есть я хочу я говорю положительные вещи сейчас понимаете и мой настрой положить на чем вы приткнулись вот допустим вы притыкаетесь на сердце шоу лиры шоу вас и на тихоныч оскорблял всякими словами понимаете и на тихоныч высказывает это было или нет как вы вот вы признаете что вы друг друга в этом найдите прощение в этом сначала ну я паял я говорю что я я в этом как бы картина есть я что вы признаете что вы писали вот вот эти комментарии которые оскорбили на тихоныч да признаю но вы каетесь да на эти слова я и говорил так меня душат я и называл так как есть меня убивает я и говорю он меня убивает что я должен сказать есть такой фильм чистое небо его вызвали когда это же вина вина он к вина что был в плену взяли полумертвого вина что меня травили собаками варе побега и не загрызли до конца виноват но все перечисляет проходит время героя советского союза дают вот у нас сейчас как разговор идет по православному ты грешник многогрешник супер грешник архи грешник согласись что самый грешный но но часто мы не об этом говорим ко мне нужно конкретно знать где топор утонул как и лисея говорит где топор утонул вот показали я тут и совершаю подъем и вот это пора мы даже прямо сказать я сейчас как бы не виктору скажу скажите вот мы едем на благовестие у нас здесь центр не барнаул считается коробейникова где чудотворная икона и каждый год туда полтайска салтайского края идет крестный ход это не три километра километров может 250 и мы туда поехали но село то небольшое так может быть тысяча полторы человек на все во всем селе нашли кажется два что ли евангелия только мы раздали четыреста пятьдесят новых заветов по домам пошли мы приехали кажется на пяти машинах туда в это время узнал священник отец роман и все это у нас заснято он как сергианцы это всегда строгородский вызвали милицию мы свидетели иеговы чтобы нас забрали он знает что православный с осом акимом встречался он ездил туда на поклонение он это не смотрит милиция майор стоит здесь майор год учуя должен делать то мы не в церковной ограде мы людям сказали собирайтесь около храма и там их на улице и мы с вами побеседуем ничего не знают люди но почему я говорю сколько воскресенье бывает шесть человек приходит храм а 7 монахов прокуренные пальцы там но видно что человек курящий то и он только стоит игнатий тихонов еще прошу уезжайте поскорее отсюда уезжайте я говорю это гадаринские просили жители уйти моя какая вина мы записали ну сказать ладно ладно уж батюшка благослови и что его отца романа его епископом поставили после этого почему он патриот а он кто он душитель он у людей веру отнял люди вообще ничего не знают чем я виновата здесь что мы потратились машины наняли приехали и он меня оклеветал попросите у него прощения первое счет лицемерие это как тогда господь христос должен просить у парисеев прощения апостол павел должен у феста просить я ничего не делал мне конкретно сказать да я согласен что я не так понимаем о нашестве но часто мы не об этом речь ведем далее мы-то говорим сейчас не о мощах мы сами то если толстые какие мощи то мы с обе с поездки поезжая меня обнимаясь и остальное одни мощи продымлено я ночевали то где до лиссабона дошли понятно что это не сахар был а папы дорогой перестреливали нас звонили милиции вызывали нас арестовывали пока что сказали что вы свидетели его во главном чем играют то а потом фотографируется с нами там кгб и проще папы я должен быть батюшка прости да какое есть меня бог отнимет все дары сразу если я буду говорить божий дар а назову его другим словом я не могу в этом это не естественно будет и не пословище слова разные были всякие сейчас произносить тоже вот про слова которые там были говорили я в ответ говорил на то что они делали если так это не принято у вас слушать простите ради христа простите вы вызвали этот эти слова то из меня меня душат одно за другим сообщение от вас идет я не могу ничего сделать меня душат душат просто со всех сторон представьте полиции сутками дежурит и дежурит дети должны дать показания прокуратура подбивает чтобы дали лжепоказания на меня по домам ходили а то лжесвидетельство краевая прокуратура приезжает кгб по пожарники все на одного меня мне-то каково и в это время вы тоже и и я там был его лигнул как мертвого говорит тоже льва на пенсию пошел я-то на вас нигде не нападал ни разу я и не знаю чем вы занимаетесь вы-то нападаете фактически не на меня на детский лагерь вам говорят а почему же вы лапкина то в студию благовествовать не позволяет сидя отгнуться друг перед другом этот который режиссер и начинает хохотать смеяться надо мной хорошо смеется кто последний смеется он что-то делал нет он благовествовал нет он сидел в тюрьме нет поэтому мы на разные уровни находимся я разбитый оплеванный лежу перед вами а вы еще на мне топчетесь и говорится сблевывайте на меня я должен сказать что сказать прости господи у меня уста заплю заплеваны вами я ничего не могу сказать какие слова сказал неласковый простите простите но в этой обстановке я ничего не мог больше сказать я говорил как собачья котла собрались со всех сторон меня рвут на части перед мирскими людьми такие слова говорит бей его добивай и упырь упырь то посмотрите кто кто жрет чужое убивает я не той копейки за жизнь не взял нигде ни одной ни разу так а мне это слово упырь то не относится а вы даже в студии говорите меня там упырем можно слово можно и надеть иначе слово алексея самсонова отец алексея самсонов там обращался и причем обращался к вам со словами очень такими хорошими добрыми вот посмотрите одну передачу пожалуйста я прошу вас я ну не все так плохо разбирались там взгляды ваши на определенные там высказывания в отношении святых игнатия бренчанинова серафима саровского скажите вы признаете что а святых нужно гаволюдях надо говорить с почтением с с уважением что надо что все-таки если мы почитаем серафима саровского его подвиг монашеский подвиг показывает и благодать монашества не только отрицательные стороны которые мы видим в истории безусловно были разные монахи но есть вот таинство именно папа постригав монахи или монахини есть благодать монашества что вы скажете я хочу от вас ответа слышит таинство нет такого это выдумка 7 танцы там монашества не зачем примут придумывают я бы он не могу соглашаться это ложь дальше серафим саровский говорит когда я дух святой меня покидал я говорил неправду я чё сказал он сам признается в этом когда дух святой его покидал почему я должен соглашаться я не могу соглашаться почему я спрошу когда его канонизировать архиереев то было не два не три а 180 и ни один руку не поднял ни один это царь указом дал его остальное дальше накрутили я житья насчитывал знаю господь сказал идите по всему миру но не сказал спрячьтесь за стены и к вам весь мир пойдет это не христово учение я вот что говорил а я серафиму молюсь каждый день как я должен посчитать его что нашли его мощи в это я не верю там не нет его мощей нашли какие-то нарукавники по нему определяют зачем меня вот везет привезли они пояс богородицы ни одного процента нет достоверности что пояс богородицы зачем я должен идти за ними соглашаться сегодня все понимают благодатный огонь откуда его зажигают уже все разблокировали меня не надо на это подталкивать я не верю и не хожу зато это мне чудеса не нужны у меня вера зато он говорит я не нуждаюсь чудесах я не нуждаюсь иначе но у меня вот больше я вот здесь присутствую ради чего меня больше всего волнует вы на сердце своем не имеете друг против друга не имею дорогой брат не имею я каждый день молился о них о всех у меня это записано утренние молитвы каждый день утренние молитвы выставляется по скайпу люди приходят чтобы знать как молиться я каждый день молюсь о них виктор виктор тоже переживает вот уже которые можно сказать и месяцы и вот он он тоже не имеет ничего а вот эти вопросы то что относительно веры я думаю можно это сделать если можно и программу устроить и передачу подготовиться как следует виктор допустим задаст вопрос и разногласия по поверье вы главное в одном согласитесь вы примирились как братья вы друг другу ничего не имеете больше ну то что мы общаемся сейчас это уже подвиг правда на текущих конечно конечно это уже хорошо хорошо если мы встретимся если мы встретимся и я там поприветствую даже и найти тихонович понимаете у меня лично ничего нету я я говорю что многое из того что я вычитал много из того что я видел не очень нравится как бы я вышел на игнати тихоновича заинтересовался меня ничего не заинтересовало понимаете себя ничего не увидел там по положительного поэтому я говорю что я всегда говорил семь с процентов из ну такая это вообще немножко символическая цифра я признаю я по я вот и на тебе ночь мне выслал книжки всего комментария не там многое из того что я вычитал мне близко понимаете да у нас многих крестят церкви не неправильно нужно подготовка нужно ради рождение свыше нужно личная живая связь с богом да и аминь да и аминь тут тут никаких но крон но вместе с тем вместе с тем я повторяю что я признаю также и благодать монашество монашеский подвиг и подвиг святых то есть для меня как бы если бы гнати тихонович как бы ну не то что отказался от всех всех взглядов я это невозможно конечно я понимаю у него личное есть выбор личная свобода вот ну тогда бы конечно тогда бы я думаю мы могли бы уже и обняться как братья во христе но сейчас хотя бы на уровне что мы можем общаться культурно не обзываясь не приплеваясь друг на друга не обзывая сатаной и упырем друг друга правильно правильно скажите а вот вы жалеете вы вот можно сергей так сказать прямо задать я к я например а к и что я называл там и на этих ночью пырем а вы кайте что вы меня сатаной называли вот вопрос такой так это вы называли вы перепутали вы все время говорили он бесноватый он сатаной ему место в аду это ваши слова нет 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 но видео я вам видео могу показать про сергей но я правильно я много всего был я хотел только вот сказать относительно того что с чем не согласна мои книги это уже 16 лет 16 лет библиотеках вот только за один раз приехали когда священники здесь на исповеди были я подарил 125 комплектов это не в углу дальше 3 3 епархии занимались моими книгами сенсорские отделы дальше занялись где профессора и другие дворкин занялся его побудили к этому разобраться далее нанимают они или как там делают это уже из Одессы в Одессе монастырь теперь там профессор какой-то и Киева пещерская лавра занимается моими книгами почему меня не вызывает на суд и ни одного отклика нету за 16 лет значит ничего там нет я когда сказал почему нет а мне ответ они что самоубийцы что ли они видят моя особая любовь к православию я против того что делает с моим родным православием во что они его превратили один пустой звук вводящий другие в заблуждение как Златовус говорит я к этому отношусь не просто так а ревностно ревностно как же это может так Игнатий Тихонович я никто не отрицает вашу ревность и вашу веру никто это не отрицает тут дело не в этом дело в том что есть много положительное в церкви понимаете многое того что благодатно в церкви и мне кажется все таки например ну что вот вам надо скажем вой войти в московскую патриархию но это я не знаю такой вопрос уже ваш личный конечно вот в церкви есть благодать Христова русской православной церкви несмотря на все ее недостатки там и так далее мне кажется что вам нужна более самокритичная оценка вот как вы относитесь к людям я я себе то же самое если я говорю о вас я себе тоже говорю мне тоже нужно это самооценка постоянно и я хотел вас спросить а может вы в чем-то не правы может быть ну в чем-то вы ошибаетесь как вы считаете или как в чем я ошибаюсь я вышел в валенках а на улице дождь прошел я ошибся с вохром и валенками пришел в краевую администрацию а ошибка ошибки разнился если мои ошибки есть как я говорю о проповеди ну неужели такие сенсорские отделы киево-пещерская лавра дворки не могли ничего найти нет ни один ничего нигде не указал так речь идет о том что десятки людей занимались вот меня арестовали вы сознаете что вы не правы у меня 12 кандидатов наук было на мне задействовано и они мне говорят а сегодня что я им отвечал ставят на высоту и говорят вот благодаря лапкину таким подмывали с устой коммунистического режима он рухнул я не могу соглашаться вопреки совести это открыто сегодня что надо идти на благовестие я так главное вот в чем речь веду а не просто так я спрячусь куда-то ко мне люди пускай идут это антиевангельский путь можно вам вопрос задать личный в нем нету понимаете в нем нету никакой личной вражды я просто смотрел пару ваших видео например вот например с голубями вот вы берете там показываете как вы голубей там я категорически против таких видео понимаете но это действительно ну как бы вызвало такую негативную волну в интернете и вы считаете что вы правильно что вот такие видео выставили вот такой вопрос а вы под ним комментарии читали? читал да я взял с интернета примерно 20 роликов как сразу 50 тысяч куриц обделывают как колят индюков как колят страусов все показали быков, свиней мы говорили на эту тему я же говорю он этим сам хочет показать насколько сегодня далеко человек отстоит от земли и от Бога насколько человека отвели далеко мы говорили с Виктором и о бороде и о голубях люди идут покупают сегодня куски мяса вот такие огромные поедают их десятками тоннами там я не знаю а не понимают откуда берется все вот но надо же людей перед фактами стоять надо же людей к смерти подводить поближе учить смерти людей да да но вопрос такой а зачем такие видео выставлять вот как а кто если не он будет выставлять кто еще будет выставлять ну я я просто не могу понять вот для меня это на деревне человек каждый десятилетний там пятилетний пацаненок он курят голубь да 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 вопрос еще такой вопрос вам вопрос такой Юнатий Тихонович а вот Виктор до конца вот смотрите вы услышали голуби у меня в зиму я больше 20 их покормлю а у меня 120 куда я должен девать их я что должен в печку толкать их теперь в Египте в Каире только один есть маленький ресторанчик где голубей зажаренных дают и на фаршированных и люди едут платят буквально с золотом чтобы один раз откушать что лицемерить то это чистая птица это мои голуби не ворованные я ей показываю к смерти надо готовиться а что за кадром то я ничего не таю причем мы прежде как колоть вместе помолились сказали и все ну что в жертву приносили барана Исааку Бог не показал Авраам а вот запутался рогами ребенок с детства видел он все знал это а ролики сейчас я добавлю кстати Виктор а вы видели ролики где он как он плачет там ну есть ролики где барашка там какого-то связали ему ноги и собираются резать его и как вокруг него ходит и на тихщий плачет вот этот ролик а вот этот почему-то никто не заметил как он жалел этого барана бедного да да как за мной следят интересно еще стоим мы как профессор один говорит тут статья появилась я говорю хорошая да не поймешь говорит но запомните всякая антиреклама это реклама Виктор это мое хозяйство вот священнику нельзя колоть а батюшка держит примерно 100 вещек батюшка с кружкой не ходит у нас не ходит он себя обеспечивает и вот что интересно колоть нельзя приходит староста колет батюшке обдирать можно обдирет батюшка тогда порубит их уже он мертвый и привозит здесь разбирает это его труд но колоть нельзя правило такое ну а есть можно интересно как а я не ем мясо не ем мне действительно барашка очень жалко а голубь это птица меньше сродства здесь притом у нас статья тут вышла большая дважды повторено у злого человека голуби не водятся это общий мировой порядок у злого человека а у меня три голубя дни а у вас вместе взятых у всех моих недругов одного голубя нету и за мной подсматриваете смешно скажите пожалуйста Игнатий Тихонович а вот я просматривал разные видео с Никитой Колесниковым да я его позову сейчас чтобы его увидели давайте зовите Никита сейчас подождите минутку где он подойди сюда возьми сабуреточку садись рядышком Виктор Скворотовский с тобой хочет сядь рядом чтобы вот сюда поместился в вебку вот пожалуйста Виктор добрый вечер ну вот с Никитой уже помирились Игнатий Тихонович ну Никита хороший такой человек мне кажется вот если откровенно я скажу ну вот вам не кажется что вот надо как-то помягче относиться к нему вот ваше мнение скажите Никиту его спросите нет не надо помягче вам надо Виктор последние ролики посмотреть как там Никита это самый так Никита что сказал повтори громче что слышно было помягче не надо даже как раз самый раз для меня так теперь скажи ты сегодня на коленях стоял просил прощения просил прощения да оскорбил человека вот оскорбил человека и какие везде кого вы приняли этот человек лицемер он не искренний он не верующий какими словами это на него говорят а я говорю теперь да у него есть изменения он ничего не умеет делать как сквозняк пролетел и все двери открыты вода течет он ничего не видит вообще слепой я им занимаюсь день и ночь а вы со стороны определяете правильно или неправильно лучше словать то он пусть говорит ты не жалеешь что приехал сюда нет не жалею Виктор задайте ему вопросы а вам нравится окружение потеряю барнаульская община где вы сейчас находитесь да очень нравится вы находите мир с богом душевный покой братство да понятно ну все вопросов нет у меня благодарю а заочно то сколько слов сказали там ой 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 а он ничего вот он рядом сидит если бы плохо было с Украины когда он просился раз за разом я ему ответил я не знаю сколько раз я тебе отказал то два или три раза вот абсолютно ни под каким видом не приезжай я говорю устраивайся на шахту работай и какое тебя стихотворение тронуло которое тебе написал просчитай там где если четверть века позади а ты еще не звонок и не ярок еще не приготовил свой подарок то тебя подарка не жди у него дом свой здесь подарили ему дом настоящий дом сад он занимается сейчас пасекой у него ничего не было гол как сокол а сейчас у него все есть есть куда маму пригласить ну еще сам будет что-то садить дополнительно у себя да что-то будет вот так даст Бог ну понятно мы читаем жития святых а как раз в житиях и описывается вот такой подобный быт а где то и было еще и покруче где и унижали там и посылали куда не попадя мы читаем но скажем получать читаемые не верим своим как говорится глазам и ушам да да вот знаете Натя Тихонович как-то в начале ну был очень большой напряжение сейчас такая разрядка как бы напряженности произошла я конечно не могу согласиться со всеми видео со всеми взглядами у меня много вопросов мне больше нравится ваш первый период когда вы были молодым когда вот ваша история обращение к Богу это потрясающе просто вот вы в Латвии там рассказываете это видео меня трунуло до слез тоже когда вы нашли Господа начали проповедовать пострадали за веру ваша непримиримость к коммунистическому режиму ну то есть это говорит человек который действительно любит Бога понимаете говорит правду вот сколько сейчас вот этого советизма культа победы понимаете а никто же не знает никто же не знает вообще и наверное хочет забыть что такое что такое было сталинизм понимаете что такое было что что был коммунизм да еще взять восьмидесятые годы я же помню это я помню меня преследовали понимаете меня в психиатрическую больницу посадили за проповедь евангелия тоже вот я это знаю понимаете поэтому вот эта позиция Игнатия Тихоновича непримиривости к большевизму мне очень близко правда Игнатий Тихонович да правда это нас сродняет нас сильно сродняет с вами Солженицына Игнатий Тихонович начитывал мне это очень близко вот понимаете но есть к сожалению пункты разногласия некоторые вот и к сожалению вот они еще остаются но я доволен тем что вот это вражда такая вражда вот которая была такая вот она по-моему вот после сегодняшней беседы она пропадет это не означает Игнатий Тихонович что мы прекратим критиковать друг друга это не означает что я буду соглашаться со всеми вашими взглядами это означает прежде всего что я буду как бы уважительно относиться это означает что я буду относиться с любовью даже если я буду вас критиковать вот но если бы я приехал например вот сейчас в Потеряевку я бы сказал Надя Тихонович я вот на 30 процентов с вами не согласен вот вы меня приняли бы или нет интересный вопрос такой а вы бы показали 1 процент 30 не надо а так это на себя напускать вы говорите ну я не согласен буду критиковать у вас сейчас заниматься нечем кроме меня почему вы вокруг моей колокольни крутитесь то вы свою построите вас никто не трогает а я буду вас критиковать зачем я вам нужен вы занимаетесь делом я конкретно показываю чем я занимаюсь конкретно почему вы за мной то все время охотитесь критиковать вам охота а если я значит отдал один раз то четверо говорится за зубы держится так не надо делать вы ко мне лезете я опять буду отвечать а главное ко мне лезут слов не подбирают а когда я скажу мне сразу ну вы зря сейчас сейчас у меня как раз я ну как бы такой дух был примиренческий то есть я вот сказал вам вопрос вот если бы я приехал потеряевку как бы вы ко мне отнеслись бы я сказал что для нас нет врага правило какое вы не курите один вопрос был бы задан не курите в кармане табак есть выложите где-то потом назад пойдете у нас очень льготный режим второе рубашка на выпуск под поясок ко мне кто бы не приехал в деревню у нас все одинаково если вы женой были значит никаких сережек никаких украшений подкрашиваний в штанах нельзя женщине она должна быть в юбке если в храм пошли чтоб подол был не выше десяти сантиметров у нас правило определенное я бы вас с радостью принял я бы сразу сказал человек из Америки приехал ну батюшки батюшки как если вы мясо едите барашка сразу закололи там можно в соседней деревне пчел держат вот вы болеете почему лежите там все время не пойму я да приболел немножко а вот мне кажется вы знаете и если бы у вас было более мягкое отношение к людям было бы больше любви и смирения то я думаю что вот эти все вопросы бы сами собой разрешились праве сергей или нет сейчас я думал так еще наверное года полтора назад сейчас я еще вот у меня это подтвердилось ко мне священник недавно приходил он в нашей епархии ну так не последнее место занимает и он знаете какие слова удивительные сказал я надеюсь он не услышит он говорит сегодня на Лапкина как то он сказал что Лапкин чуть ли не купол православия сегодня я Виктору хочу ответить вы говорите раннего знаете вы раннего которого живого уже нету и все таки я уже 54 года назад обратился вы того вмещаете когда я еще ни одного дня библию не держал но я все эти годы то работаю и такой я в вас не вмещаюсь причина то вот в чем может быть потому что вы захрясли как старобрядцы и сидите в своей ряске вы маленько посмотрите какие новые материалы выходят какие ролики о чем речь то идет вот я говорю выезжает митрополит 13 лет и подвел итог ни один не говорил правду вы лицемеры все и только один человек говорил мне правду в глаза зачем бы он это говорил а мы часами беседовали с ним я говорил о самом тяжелом он по животу себя похлопает вот так вот ну куда Игнатия зовешь посмотри какая у меня утроба он толстый такой был то я его звал владык оставьте все искушение сегодня у него а какое искушение вино бутылки вывешал за на улицу а семинаристы сорвали там и выпили сегодня вот если не будет вообще вот вот не будет вот таких лапкиных все их больше не останется понимаете у нас не останется авторитетов на что равняться мы сегодня настолько попустительски относимся к себе мы просто не можем все применить ничего больше нормы больше тех рамок которые себе установили а эти это люди я не знаю люди есть еще такие где-то это люди на которых мы можем увидеть ну оптимальный размер который мы можем на себя натянуть но мы же даже не стараемся приблизиться мы православные мы мы как бы приближаемся к аскезе да мы ее читаем об аскезе мы можем читать но вот человек есть это личным своим примером он показывает насколько можно приблизиться к аскезе да не только из сергей сергей я вот когда говорил Игнатий Тихонович а вы не могли быть помягче с людьми но вы тоже такие слова говорили кстати Игнатий Тихонович я могу даже видео вам показать вот вы не могли бы ну как бы немножко добрее относиться к тому же Никите Никита сказал что все нормально я тут конечно что я могу тут добавить если так ему нравится ну значит так должно быть вот хотя мне кажется все таки ну надо как то более мягче относиться к людям надо вот Игнатий Тихонович смотрите вы все время ну как бы когда вы там не согласны вы начинаете спорить как-то ну а вот если ну как-то немножко себя не то что унизить а как бы стать помягче как вы как вы считаете вот ну немножко поменяться немножко поменяться немножко сделаться добрее сделаться смирение смирение я имею ввиду вот себя считать виновным виноватым прежде всего более самокритичным вы не думаете что православие только бы выиграла бы у вас там вы бы вот эти врагов которые вы имеете они просто бы пропали бы понимаете и если даже ваши ну если взгляды поменялись там на почитание святых мощей на благодатный огонь там на монашество особенно если ваши взгляды то и вообще мы бы тогда бы ну я не знаю были бы лепшие друзья бы понимаете или вы считаете что вы во всем правы такой вопрос и ни в чем вам меняться не надо извините я задаю такой вопрос потому что разговор сегодня очень серьезный я к нему готовился даю вам микрофон Игнатий Тихонович я говорю еще раз обращаюсь к Андрею Кураеву почему он это увидел скажем для меня эта тематика стала серьезной когда я познакомился с трудами самого выдающегося современного миссионера и наверное вы даже не слышали его имени и может даже это и хорошо да как думаете кто самый выдающийся современный миссионер православный в России из ныне живущих из ныне живущих Игнатий Лапкин думаю что кто-нибудь слышал от времени нет он живет в Барнауле в Барнауле в Сибири знаете на мой взгляд я ему очень завидую он мирянин обыден человек это человек совершенно безбашенный свободный это знаете такая жуткая смесь баптисты и старообрядцы я таким себя не считаю у меня нет ни образования ничего я всегда подчеркиваю это теперь будьте добрее будьте лучше я буду подобен вам таким же говорится лицемером как говорит Ев и я в век не нужен горе когда все о вас будут говорить хорошо Христос сказал он говорит славу друг от друга принимаете от единого Бога не ищите у меня это как эпиграф я никогда ни одному человеку не заглядывал в глаза я говорю так написано и на этом все так вот я бы по другому сказал сидят не просто так я в Москву приехал ночью пришли на свидание три епископа согласитесь что это необычное явление пришли разрешить свои вопросы но они не знали к кому идут да знали смогут выполнить не смогут а почему потому что первый шрак не сделал отвергнись в себя свое я растопчи я его растоптал и потом мне указывать на то что я сделал 54 года назад зачем мне это нужно я хожу на исповедь вот начинают меня исповедовать а вот и охота чтобы я был такой же как они греши супергреши я спасенный Христом а где я согрешаю я каждый день каюсь но я вот хотел как раз Сергей не посчитай что я это нарушу обстановку это к Виктору скажу я прошу вас пожалуйста брат Виктор вы мне не назвали в чем я должен каяться перед вами конкретно я хочу услышать чтобы не за глаза я вам назвал когда было где что писали что именно в чем я должен справиться чтобы наши отношения были говорится ни сучка ни задоринки конечно не не то что я говорю монашесть и другое я на любом собрании докажу что Бог сказал идите и проповедуй то не сидите за стенами ну конкретно я могу сказать в чем конкретно конкретно все таки подняли Виктора подняли из мертвых да да из мертвых точно в том что ну в том что я хочу выслушать определенно в чем я должен покаяться перед вами это необходимо мне ну было проявление вот личной неприязни и было проявление мне кажется озлобление какое-то или я не прав я спрошу когда к яну крестителю пришли люди крестить они знали что это святой человек но он дал им название змеи по рождению хитнины он злился на них или нет да я нет не злился он сказал это характеристика их была и господь неоднократно говорил змеи безумные я сказал то что есть и поэтому не надо быть такими я призывал этих священников которые вызывали милицию на покаяние архиерей не поддержал значит будете душить друг друга со мной легко решать я в любом месте склоняюсь на колени сразу же и прошу прощения но и речь то идет о спасении людей я не могу вы опять ушли спрятали что-то я не спрятался я тут ну вот так чтобы видно было если я виновен прямо показать когда где да я отвечал словами которые сегодня я вам не говорю но вы нападали на меня я должен был что-то сказать нападали то кучей на меня кучей со всех сторон и главное ролики которые стоят вот представьте себе у меня у меня полторы Виктор я не закончил смотрите я в контакте не бываю у меня работают модераторы и говорят поступило полторы тысячи вопросов и я отвечаю на вопросы людям приходят семьи новые и новые люди приходят в православие и в это время меня блокируют на две недели я ни в чем не виновен я отвечаю вопросы по писанию ни власти не трогаю проходит одна неделя снова заблокировали полторы тысячи человек ждут не получают ответы и кто это делает хороший дудин он сразу говорит пять человек нажмите кнопки и там сработает а когда он со мной познакомился он тогда что он делает и он говорит я сейчас напишу в эту ну как называть администрация чтобы вас разблокировали это вы меня преследуете капканы ставите и он разблокировал разблокировал я сроду даже не думал это священник на лжесвидетельство подбивает что я вроде порнографию распространяю или что-то ну конца безумия нигде нету ну зачем же это делать то вы умирать не думаете а вот сознайся что я виновен я буду подобен вам тогда сейчас знаете как я тоже думал долго над этим вопросом вот что это за феномен такой да вот Игнатий Лапкин что это вообще ну как бы такое отдельное от общества вот и знаете я к какому выводу пришел если человек сам себя не жалеет как он может жалеть остальных Господь говорит любите ближнего как самого себя да вот если он сам себя он сам себя не жалеет и можно сказать вот с такой нелюбовью относится как тогда отношение к ближним какое должно если если поставить вот как бы на чашу весов получается что он к ближним гораздо благосклоннее относится нежели к себе он посмотрите встал на весы взвесился нашел в себе лишний вес говорит сейчас будем бороться шесть килограмм буду убирать шесть недель вот эту неделю как я сказал сразу же сократил один сухарь на день все потому что тело должно утончаться я это Виктору хочу сказать вот у нас никогда не просят у батюшки чтобы не поститься никогда этого не было почему они научены вопрос то есть вы считаете что во всем правы и правильно поступаете да неправильно я бы сказал неправильно то но мне нужно конкретно показать а не просто так я грешен вот мы работаем или уезжая в деревню работаю с ребятишками встречи говорю проповеди в храме конкретно в лесу работаю я ловлю рыбу но мне конкретно показать где я не прав если я не прав я всегда говорю каждый день считаю молитву я вам скажу я вам скажу что со стороны я вижу что вы не правы по ну по многим пунктам но это господь вам должен открыть я не могу вам сказать сейчас вот это не означает что я к вам должен враждебно относиться вас обзывать это прекрасно дело в том что каждому из нас это мы же каждый собой знаем вот это но он то выставляет себя на показ перед всеми а мы то себя не выставляем ну давайте начнем сейчас себя выставлять на показ и вы знаете сколько найдется против нас это сам вот таких же противостоятелей которые будут предлагать нам исправиться мне понравилось выражение Андрея Кураева он говорит мусульмане религиозно талантливы я в это слово буквально вцепился и стал всю жизнь свою перебирать мне бог это давал воображаю Игнатий Тихонович а вы можете допустить что вот критика ваш адрес это не было просто какая-то злобные нападки там и так далее а была попытка просто обратиться к вам из любви то есть это было проявление любви к вам или вы не допускаете такое да даже в мыслях не допускают завистники вот заметьте Христа предали Пилат знал что предали зависть а те не знали Иосифа предали братья говорят предали зависть Стефан знает а братья не знали они искали причину в нем что он докладывал о братьях что разноцветная одежда и они что с ним сделали с Иосифом я для вас как Иосиф в колодце я должен предполагать мне некогда об этом думать я каждый день молюсь мы встаем в 4.40 мы молимся каждый день не стыдимся этого и я каждый день после молитвы мы стоим молча ждем говори господи владыка слушает и дослышит раб твой каждую молитву заканчиваем и тогда мы разбираем себя каждый поступок кроме того я вот только что был на исповеди я никогда ни одного греха старался не скрыть если он мне явлен был но если нападают а вы не думайте что вот так они по-другому относиться не могут я говорю вы город на вершине горы если свет сжет их они ясно будут потушить этот светильник радуйтесь велика ваша награда на небесах мы стали всем павел говорят правда неужели я стал вашим врагом если я не прав покажите в каком месте не прав какое место писания сам истолковал я этого не делаю нет тут не в этом дело я не о том вас спрашивал ну ладно я думаю Сергей о чем речь тут была я понял и знаете я еще что из этого давайте итоги подведем я ответить хотел Виктору он что-то заболел лег опять да да опять заболел у вас голова болит или что да да я вот что хотел сказать мне это напоминает всегда житие святого Тарасия патриарха когда он умирал его демоны окружили и стали показывать а вот в этом ты не покаялся а вот ты считал себя таким а он потихоньку и говорит все вы лжете с этим умер вот вокруг меня толкутся скажи я каждый день себя на мелкое стираю на мелкое на молитве при чтении слова Божия у меня рядом люди которые говорят зачем мне лицемерить Господь послал меня в путь он меня до этого приготовил и поэтому еще я буду на себя наговаривать а зачем это нужно кого это привлечет грешный супергрешный я должен сказать я христианин и меня Бог избавил от того и того я просто вот что хотел сказать что многое из этой критики как Игнатий Тихонович говорит что толпа на него там набросилась и так далее я думаю если бы если бы Игнатий Тихонович поменялся поменял характер свой соответственно поменял некоторые взгляды но опять таки он имеет свободу выбора он имеет право там отрицать почитание мощей там отрицать благодать монашца я я это его личный выбор я тут ничего не хочу как бы говорить то мне кажется что и Господь бы ликвидировал бы вот этих всех врагов почему вот я позвонил сегодня почему я позвонил да потому что это в молитве Господь мне говорил что нельзя нельзя вот враждой поменять человека вот ты не прав том то том то я сказал да проявление личной вражды было я же это открыто признал понимаете вот признал сегодня и мне кажется если бы Игнатий Тихонович стал помягче если бы он ну по другому стал как-то относиться к людям вот по другому общаться и так далее я просто говорю человек который со стороны то вот эти бы враги враги они бы сами по себе и пропали и Господь мне кажется он бы начал бы свою работу он бы значит начал бы ликвидировал бы вот эти все препятствия которые возникают у Игнатия Тихоновича на его пути понимаете но опять таки я говорю человек который со стороны и призывая Игнатия Тихоновича углубиться в святоотеческое учение особенно святителя Игнатия Брянчанинова в житие святого Серафима Саровского Сергия Радонежского который кстати Игнатий Тихонович очень любит я знаю что вы начитывали житие Сергия Радонежского может я ошибаюсь или нет и если бы Игнатий Тихонович углубился в дух святоотеческого вероучения и критически больше стал бы на себя смотреть я думаю Сергей тоже говорил такое Игнатий Тихонович вам я говорю это только с любовью поверьте мне только как ваш брат во Христе только с любовью то мне кажется что это не только бы помогло это бы ну вообще такую духовную революцию произвело бы у вас там понимаете вообще очень у вас очень хорошие люди тот же Никита вот кто там Володя это да это Володя где он Володя вон можно с ним пообщаться чуть-чуть ну давай сюда рядышком все что тебя видно было Виктор тебя чтоб видел сейчас я удалю давай мир вам мир мир Володя да как ваши дела слава Христу да вот как бы сегодня вот мы вышли за три года впервые слава Богу на контакт как бы признали что вражда между ну христианами это зло ищем точки соприкосновения пытаемся понять друг друга и конечно же то что мы уже начали общаться это уже хорошо вот Володя замечательный человек я за ним так смотрю знаете по видео вот такой трудяга такой да я вам можно вам это ответить обязательно говорите все что думаете сегодня у нас открытая дискуссия которая наверное вообще в интернете не найдете чтобы так люди открыто общались искренне давайте говорить я вам скажу по поводу Никиты сам Никита сказал что вроде как как к нему относится так и он должен к нему относиться я вам скажу на основании чего например вот когда я с Игнатьевом начал жить первый год у меня же тоже было не все сладкое если бы на тот момент была бы видеокамера у нас бы столько же роликов было как и с Никитой вот и у меня получилось что через год было духовное падение я даже из потерявки сбежал на велосипеде уехал и уехал обратно к себе на Урал я не знаю вы читали на форуме у нас не читали читал читали да вот и я когда сам себя исследовал я понимал что во первых у меня в чем самая моя говорится главная сложность в том что я с самого детства не любил учиться вот понимаете а Игнатьев мне пытался поднять выше что в духовном что даже в мирском там чтоб я знал каких-то писателей там ну как сказать таких известных личностей людей там в другом чтоб я ну как сказать в науках что-то хоть немножко понимал а я всегда этому противился мне брат Игорь тоже дубунов наставлял все время мы в автобусе едем он мне давай географию рассказывать то 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 смотрит а я сижу уже сплю дремлю то есть мне это как говорится ну как сказать не надо ничего не надо было это и вот это все во мне как комом наросло то есть противление было я же потом себя исследовал и понял что Господь меня научал Он пытался мне Господь поднять меня повыше сделать чтоб я был более духовно выше но так как я этому противился Господь попустил тоже мое было духовное падение я на Урале до того было духовное падение что я просто перекрестился и спать лев то есть у меня даже молитвы не было Слово Божие я в руки уже не брал смотрел всякие сериалы то есть я это видел притом это падение единственное у меня была молитва это 50-й псалом я вспомнил царя Давида что очень важно знать Слово Божие наизусть когда что не лиши меня Господи Духа Твоего Святого то есть я так же как царь Давид молился вот это осознание своего падения греха чтобы я противился Богу именно не людям я противился а Богу противился вот и вот это побудило плюс за меня молились братья и сестры и Господь своей милости поднял меня опять заново то есть я тогда воспрял мне плюс 7 писем тогда пришло подряд от разных братьев сестер из общин что из потерян что из Барнуйской общины вот я уже после этого попросил прощения у Игнатина еще по телефону потом написал письмо сам это в чем в этом письме ну раз вы читали я уж не буду вам перечислять что есть то есть я свои ошибки признал все так ты сколько лет здесь находишься с 2005 года 12 лет ну получается да 12 лет теперь вот Виктору скажи как тебе тяжко здесь ты хотел чтобы я с тобой обращался по-иному как говоришь чтобы у меня врагов не было ну я скажу так вот сейчас в данный момент уже последние может несколько лет Игнатьич ко мне относится по-другому то есть не так более строго это я заметил уже то есть первые года было очень строго ко мне вот сейчас он более снисходительным стал относиться может он что-то во мне увидел какие-то перемены я не знаю это Игнатьич сам лучше ответить но я вижу что есть он мог бы со мной даже строго Володь послушай вот вопрос кстати по поводу вопроса Виктора он говорит если бы стал бы Игнать Тихонович чуть помягче вот вы не замечаете что последний год там полтора не знаю что Игнать Тихонович стал помягче сам по себе об этом об этом свидетельствую не только я об этом свидетельствуют многие братья и сестры даже говорят что Игнать Тихонович стал помягче помягче стал на самом деле потому что раньше он очень жестко раз сказал и все то есть ты должен беспрокословно сделать а сейчас ну ладно раз не хочешь я откладываю до какого-то времени бывает свое решение с этим человеком в этом многие свидетельствуют просто надо спрашивать вопрос а кто такой Устинов вот я видел там Игнать Тихонович с Устиновым там спорят кто такой Устинов так их там много сколько по имени назовите Володя Володя по моему а это зять он женатый на моей родной сестре он старообрядец да старообрядцы в белокривницкой иерархии священство у них есть ага понятно понятно вот вот ну я хотел Володе вот что сказать что что я хотел Володе сказать что мне кажется мне кажется если бы было больше любви у вас в общине и больше смирения вот то соответственно был бы больше результатов проповеди которая произносится понимаете и ну что например вот насчет Володи например что я могу сказать у меня нет претензий хороший человек послушай у него послушание есть вот у вас там монашество там ну монашество послушание натуральное вот Володя не женат не женат целебат вот поэтому я думаю если бы если бы я настаиваю если бы вот ну поменялось как бы отношение Игнатия Тихоновича к людям более мягкое стало намного мягче я имею ввиду не немножко мягче намного мягче и строгость тоже нужна конечно строгость тоже обязательно нужна то мне кажется что результат вообще не был был бы феноменальный ну и конечно если бы вы вошли полностью в каноническую церковь вот я этот вопрос не хочу сейчас затрагивать потому что это уже ваши личные там отношения с епископом я совершенно тут как бы ни при чем ну вот я говорю чисто такое ну чисто такой нравственно такой чисто нравственный вопрос затрагиваю скоро изменится на сто процентов при большей крепости человеку восемьдесят лет жить то он скоро вообще помягчает мягкий станет многие причем многие взгляды то что Игнатий Тихонович проповедует они правильны например Игнатий Тихонович часто читает Яна Златоустова который мне очень нравится понимаете вот и многие взгляды о том что надо готовить к крещению да и аминь вы задержим вас я задерживаю Игнатий Тихонович или можно говорить дело вот какое вы говорите сейчас и говорите у сына Володя вы говорите слово в слово даже предложение за предложением как он говорил я тогда ему говорю у нас телега есть а сейчас я вытаскиваю посередке деревню ставлю начинай говорить он дом строит на благовестии не едет а вокруг старообрядческие беспоповские селы ему только карты в руки нет я вот сейчас еще поехал ни разу не поехал то есть вы призваны судить вот как раз вы меня и судите без причины я его говорю поезжай на благовестие развейся маленько нет ни разу не выехал а меня судят да по другому был бы да людей было много а сам пошел на пенсию а работал на производстве ни одного друга нету ни одного никто ни разу не посетил а я веду даже если по ну по союзу еду человек восемь всегда свита с собой так еще конкурс идет кого взять посоветуют а самих ничего нету это то что мне давно я вам говорю это говорит там юрасов все это отец геннадий пас я ни под кого не подделываюсь я проверяю себя на молитве вот вы сказали а я об этом буду сегодня ночью уже молиться ну дай бог конечно дай бог более того я хочу вам сказать что вот вы перечислили людей отец сергий дудин отец алексей самсонов тот человек который это замечательные люди православные я их очень хорошо знаю и опять таки могу сказать что у них желание единственное это тоже вам помочь у них в сердце любовь я не думаю я не думаю что ну то что вы сказали ну что там стая волков там набросила что это соответствует реальности я думаю что опять таки если бы вы самокритично посмотрели больше на себя перед богом просто господи вот скажи в чем я не прав открой мне мои грехи я каждый день говорю десятки раз Виктор помилуй меня грешного еще вокруг меня пляшете понятно пожалел волк кобылу оставил хвост до гривы так и вы от меня будь другим будь другим я вам не говорю эти слова почему вы не говорите вы ничего не делаете я нигде вас не вижу а меня еще не брать голыми руками можно брать сколько выступлений книги печати везде ну прямо за мной охотятся вот я по другому и что то бы у вас вы то остались те же миссионерские отделы их нельзя создать это дьявольская яма самые жестокие самые непримиримые лживые все скатилось туда но вы как будто не видите что сделал дворкин с россией не но видите опять такие вот такие жесткие слова очень жесткие слова почему вы ко мне под язык залазить это я же вас не трогаю я отвечаю как есть отвечаю за свои слова один человек сказал я отвечаю за свои слова а не за то как вы их поняли вы переворачиваете мои слова вот он говорит алексей сидят больше заниматься нечем студия благовес и вот там монах был грузин он постился долго вы знаете вы сидели участник этого были и показалось его хвалят и он тогда решил тут развалиться материться пить все время жрать монах и вот он взял правильно чтобы от себя отвести и вас кормят баснями такими проклятыми блевотиной одной а слова божьи даже в руки не возьмут я что должен сидеть и слушать я один ролик послушал и понял вот беда то где вы даже не понимаете что на суде божьем это не потребуется что вы за мной ходили смотрели в окна мои подсматривали притаивается подсматривает за каждым шагом моим зачем вам это нужно значит я для вас интересен у вас в своей биографии ни у кого нету посмотрите какая она тусклая ненужная грешная много грешная это никого не привлечет а я могу сказать я написал я хотел быть террористом я готовился для этого я и стрелял и все делал но господь остановил меня как савла я не стыжусь об этом говорю открыто мне надо перемениться я переменился уже 54 года назад от прежнего ничего не осталось ни одной молекулы бог пережег меня а вот мне вы знаете мне нравится ранний лапкин мне нравится ваши первые видео как вы там плачете о людях как вы там говорите какие проповеди я был даже как бы сказать влюблен в раннего лапкина знаете так вот скажу фразу но но понимаете вот ну в последнее время вот эти видео смотрю особенно когда вы на интернет вышли но многие вещи они меня стали смущать и я говорю искренне я не говорю это из ненависти вы понимаете что никогда бы не вышел бы с вами на контакт если бы я думал ну что вы какой-то там негодяй или нет нет я просто считаю что вы человек ревностный искренне верующий повторяю вот ну который ну не не смене не может посмотреть достаточно самокритично на себя и поменяться те стороны которые вот даже сергей говорил вам но я я могу видео с сергеем что сергей вам тоже говорит такие же слова понимаете также сергей вы говорили вот что я я вижу очень сильно изменился но то что мы вышли на контакт сегодня это чудо боже это чудо понимаете я еще раз повторяю почему вы меня хотите переделывать а сами себя не переделывайте мы находимся в епархии в епархии местной патриаршей переделывая вот я сегодня позвонил это разве не переделывать сегодня там находятся настоятели сидят священники и я не проразнил ни одного слова дальше вторая встреча и тогда мне дали слово отец таким дайте ему слово по миссионерству я не знаю не бываю нигде я стал говорить а они все знают и секретарь беляев Сергей хороший я скажите вы хотите быть такими как мы чтоб полное единство было для этого надо годы десятилетия трудиться а как вы мы вас как чумы болотные боимся чего бы ради под вас подделался лицемеров мне стыдно даже говорить об этом и они голову опустили все у каждого корысть и трусость две коросты трусость и корысть вот когда вы из себя это сдерете я говорю все тогда мы будем похожи пряшут перед каждым архиереем архиерей больше всего нуждается в крепком слове приправленном солью понятно да ну я как бы думаю что я сегодня свою задачу осуществил я вы верите что у меня нет не личные вражды к вам Игнатий Тихонович трудно поверить потому что вы себе застолбили участок уже вокруг меня крутицей я буду вас критиковать я вам обещаю критиковать не буду вы дайте сейчас слово что ко мне не будете лезть тогда будет видно что искренне не лицемерите когда вы вышли на контакт я Сергею сказал или умирать задумал болеет сон бог отнимает обычно или готовится священники быть только две причины по которой вы могли на меня выйти я же открыто сказал это Сергей подтвердит зачем вы вокруг меня ходить за мной подсматривать меня от меня вы меня не меняете собой займитесь вы лежите а я должен подлежащего теперь подделываться зачем мне свои мускулы дряблыми делать мы в разном возрасте находимся мне надо о смерти думать уже а я все время работаю молодые вот говорят мы не успеваем за ними работать пилой пилить почему я не только на этом меня бог призвал он дал мне огонь духа святого и вот вокруг меня по другому если искренне вы отстаньте от меня господь говорит отстаньте чтобы я не поразил вас зачем я вам нужен я вам обещаю я вас не трогаю договаривались отстаньте от меня я прошу сейчас вас пока не разошлись не критикуйте не лезьте занимайтесь своей душой что вы в моем огороде копаетесь это мой участок я его застолбил Сергей вот сейчас Игнатий Тихонович вот эти слова они немножко ранили в мое сердце откровенно говоря потому что я я не хотел серьезно Игнатий Тихонович я не ожидал я не ожидал от вас почему он может заявить свое внутреннее состояние высказать мы вот почему-то всегда боимся да ну вот опять таки видите Игнатий Тихонович вот вы сейчас сказали вот а слышать он просто он сказал понимаете он юродствует он решил вас проверить вы вот не понимаете совершенно духовного состояния его он вас проверил и все а вы вот сразу кошки-дебошки ну что что я хочу сказать я просто задал вопрос считаю верит ли Игнатий Тихонович что у меня нет личной вражды такой вопрос задал на проверку а он говорит не верит ну что мы можем говорить я же вышел я же с вами общаюсь я сказал что отстаньте от меня чтобы я поверил хотя в течение года не трожьте меня человек курит я бросил бросил тут же поднял опять курит бросить легко поднять еще легче и вы сразу говорите я ничего не имею но вас критиковать буду как же ты не имеешь ко мне так зачем ты лезешь под ноги то я топтать вас буду у вас силы то нет я же вижу тут же дело не в том что я буду критиковать я призываю к диалогу я призываю к сотрудничеству сказали сказали критиковать будете это ваши слова отстаньте от меня я одну просьбу прошу отстаньте от меня займитесь своей душой лицемеры но он может не критиковать имел ввиду а то что больше вопросов у него какие будут которые надо будет разрешить я разрешаю приходить ко мне но только сначала под скайпом написать свободен я или нет я иногда людям через месяц назначаю Виктору разрешающий две недели потому что он писание знает вопросы могут быть очень хорошие Виктор то он не обычный человек то он любит Библию православному это не свойственно это самое положительное что у него есть вот ну видите тут вопрос вот чем Игнатий Тихонович вот отстаньте ну почему критика почему скажем разбор ваших взглядов это какое-то ну я не знаю для вас так это ужасно вот вопрос такой это для вас ужасно вы свою пустоту не видите еще раз говорю кто вас уполномочил за мной следить никто за вами никто за вами не следит просто просто вы ну как бы повлияли на многих людей и на меня в том числе и многие ваши взгляды мне близки вот то что вы говорите о Библии понимаете да о чем речь идет конечно и мне больно видеть что вы совершаете какие-то ошибки которые видно со стороны которые портят делу проповеди Евангелия поэтому вам кажется что ошибки потому что вы не работаете вам кажется здесь ошибок нет это наработка у меня больше полвека Игнатий Тихонович я не пытаюсь вас исправить только это может вы и вы сделаете Бог с вами это понятно причина почему я вышел чтобы сказать вам что мы вас любим как христиане мы не желаем вам зла у меня нет личной вражды и это первые слова я сказал если я в чем было не прав я извиняюсь вот ну вы за себя говорите не мы не мы когда говорите мы я понимаю полюбил волк кобылу оставил хвост да гриву меня грызут я говорю за того же отца Сергия он у него нет ненависти понимаете у него нет зачем он взламывает теперь взламывает свои ролики уничтожает ненависти нету а что говорит подыскивается где еще о патриархе сказал я с патриархом сам разберусь и он со мной разберется зачем вам за мной следить это берет с моего сайта с моих ресурсов и меня же бьет если бы я знал что тут вред зачем бы я публиковал там голубей другое я ничего не боюсь вообще не боюсь у меня бог отнял страх я весь изверщен у меня руки все выверщено это бог делает вы меня исправите я буду горбатый такой же дело в том что мы по кругу ходим а по кругу водит известно кто нам надо сейчас подвести итоги и все и расстаться что это ну итог какой Сергей итог какой вот я позвонил Сергею когда когда и ну как бы стена спала моментально стена упала я почувствовал в этом человеке в Сергее одну любовь понимаете Сергей Козловин я сказал да я в чем-то был там не прав когда я говорил в Игнатии Тихоновичу Сергей говорит давай мы позвоним Игнатии Тихоновичу и просто в мире как бы расстанемся мир и так далее вот и мое мое желание сегодня было просто это чтобы у нас действительно был мир в Боге это что означает любовь Христова понимаете любовь Христова чтобы мы действительно вот были братьями во Христе к сожалению к сожалению Игнатий Тихонович ну как вам сказать вот мне кажется что ваша задача просто в том чтобы я ну вообще как бы на интернете не критиковал вашу деятельность ваши взгляды прав я или нет отстал да вы не критикуете не критикуете нет это не критика это клевета вы ни одного слова не говорите правильно теперь смотрите я вас прошу отстаньте от меня я имею право от себя побеспокоиться я занимаюсь не своими делами зачем вы ко мне лезете вас какая-то какая-то нечистая сила на меня натаскивает это всех они меня любят и вы не любите меня отстаньте не люби меня мне нужна ваша любовь какая-то любовь то такие клеветы вы знали прекрасно что меня убивает рост надзор и вы такие слова говорите согласно правилах книги правил григория григория прочитайте прочитайте двенадцатого правила восьмое вас нужно лет на десять отучать от церкви вы с врагами соединились заодно и давайте мило вы мне пилюльки не стройте не надо это делать если я в чем-то согрешил то вы не знаете в чем согрешил вы в убийстве согрешили невинную душу смерти предавали я вам все это говорю чтобы мы расстались мирно и останьте от меня вопросы будут я буду вам отвечать я разрешаю приходить критика мне ваша не нужна она лживая я понял я понял Игнать этих вопросов нет пожалуйста пожалуйста себе где-то зарубите на лысине здесь и ко мне больше не лезьте а то такую шалкушку получишь что жена будет отхаживать кипятком хорошо ну Сергей вы довольны разговором сегодня или нет да слава богу слава богу все произошло и это самое главное так Виктор если что-то обидится не обижайся пожалуйста не обижайся обид никаких не должно быть Игнатий Тихонович он он юродствует его видно чего его принять надо да и все ну хорошо ладно я в общем высказал Игнатию Тихоновичу мое мнение я призвал Игнатия Тихоновича к покаянию призвал его к изменению сказал свое личное мнение почему вот многие вещи происходят Игнатия Тихоновича свое мнение при этом мы могли пообщаться цивилизованно не обзываясь вот не без каких-то ну я не знаю там действительно без такого явно антихристианского поведения ну и слава богу вы довольны остались общениями Игнатия Тихоновича или нет? да я доволен благодарю Бога и Сергея и благодарю вас что вы вышли хорошо я усиленно за вас молился объявил в общине и все за вас молились чтобы дьявол вас не закрыл где-то чтобы вы не умерли вышли на меня это необходимо вам можно звонить или нет лично то есть по телефону? нет по скайпу я сказал через две недели я же вам сказал я вам разрешаю через две недели обычно через месяц разрешаю вы заранее скажите что я тогда то и мы с вами договоримся что я увидел что я здесь дома у нас идут занятия по скайпу люди у меня а вы будете думать что я вас не принял что заранее под скайпом пишите и договоримся сразу а если я свободен я сразу открываю двери всем открыты на скайп написать да? вы когда же звезете меня к покаянию у вас только одно будьте как я хорошо я вам могу сказать будьте как я я могу вам сказать а вы не можете и знаете почему у нас разный путь вы все изнеженные и это правда да знаете я скажу вам такое у Петра первого появились сведения что находится какая-то группа готова его убить и наконец выследили арестовали майора и он отдал его в пыточную камеру приходит и говорит это необыкновенный человек мы жжем его говорит куски мяса отрываем он смеется Петр заинтересовался пошел сам и говорит дай-ка я попробую щипсами его а он никаких он говорит если бы ты знал как мы готовимся ваши эти муки это смешно даже Петр понял он говорит переходи ко мне полковником завтра будешь и перевел к себе вот пример какой поэтому ваши слова на меня никак не влияют я смотрю на вред который приносит это не надо это не в чем-то вы виноваты а конкретно в убийстве тогда у вас покаяние настоящее будет оно не совершилось но духовно вы меня убивали собрали студии меня промалывает один другой раз Алексей хороший человек врет на каждом шагу он меня в глаза не видел по предложениям начинает говорить я там не был никогда не заказывал у меня какая-то видеогруппа едет самый маленький вот этот приборщик один человек он не видел меня а вам кажется он хороший ему надо покаяться он оболгал меня многократно там же была и критика мне кажется правильная довольна или нет или ошибаюсь критики не было ложь я так говорю ну что ты крутишь налево направо сказано что не было у меня этого не было у меня есть суд на меня вышел коммунист написал книги я в школе там учительницу отталкивал библию раздавал по рядам когда стали разбирать я достал с архива документы деревни три года не было уже куда он мог приехать то школы не было а судья глаза вылупил она коммунист тоже за них что вы такие я говорю что ни одного слова он не сказал правильного я выхожу договариваюсь со священником а он выходит я его обнимаю чтобы меня засняли вы за кого меня считаете что по себе равняете мне не надо должности нету это они в отдел это Дудин сейчас миссионерский отдел пошел а выступил сейчас Степаненко и говорит они не сделали сотой доли того что я делал вот и весь ответ председатель тогда за слово б выгнали его вы просто рассуждайте в тихом месте не трожьте меня отстаньте от меня у меня без вас хватает дела вот они меня исправлять взялись вы от своей проказы отстаньте сначала так все сергей распускай нас все ну все ладно с богом с богом всего хорошего до полчаса до полчаса с... приятного Продолжение следует...